МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях четверга вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в Чебоксарах открылась шестая межрегиональная выставка «Картофель». На два дня сюда приехали специалисты, которые занимаются селекцией овощей и разрабатывают новые сельскохозяйственные технологии. Географии участников широка. В столице республики собрались представители 17 регионов, а также Германии, США и Голландии. Сегодня провели и научно-практическую конференцию, посвященную перспективам отрасли. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на летнюю засуху и обильные осадки, из-за которых во многих сельхозорганизациях недосчитались урожая, картофельного кризиса так и не случилось. Хотя аграриям его предрекали. В прошлом году капризы погоды выдержали уже проверенные временем сорта. Правда, не везде картофель успевали собрать в срок. В некоторых районах работы были завершены только в начале октября. С одной стороны, урожай не убрали. И то, что убрали, качество такое плохое было. Который убрали в начале сентября, он еще качество хорошее. А то, что там уже в середине сентября, уже в конец сентября, сказалось на качестве картофеля. С лучшей стороны, в этом году у нас показали сорт Невский. 350 центеров с гектара получалось. Российские селекционеры сделали большой шаг вперед. На рынке появились сорта, которым нипочем вредители, болезни и даже засуха. Новинки картофельной отрасли привезли и на выставку в Чебоксары. Предложений множество, правда, некоторых аграриев смущает. Высокая цена на семенной материал. 10 клубней сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей. Они практически, то, что цена на перец кажется очень дорого, но в последствии все это окупается. Мини-клубни по-прежнему пользуются популярностью у аграриев. Презентовали на выставке еще одну новинку. Сорт Метеор, оправдывая свое название, созревает раньше других. Семена сажают в мае, а готовый картофель собирают уже в начале июля. Причем селекционеры отмечают неплохие вкусовые качества этого сорта. Даже раньше, чем известные такие сорта, как Жуковский ранний удача, он будет еще раньше. Он будет, как многие любят, с желтой мякотью, и он будет прекрасно храниться. Не в диковинку для России диетические сорта картофеля. Вот в таких фиолетовых клубнях содержится огромное количество антиоксидантов. Это для диабетиков, для людей, страдающих лишним весом. От передовых технологий выращивания картофеля до современных препаратов защиты растений и глубокой переработки овощей. Аграриям необходимо делать ставку на новации при строительстве картофельных хранилищ. За оборудованием далеко ходить не надо. Автоматизированные установки сейчас предлагают многие российские фирмы. Предусмотрены и меры поддержки. Для тех, кто строит хранилища, мы субсидируем процентные ставки. Конечно, задача такая стоит. Не каждый, конечно, фермер может построить хранилища. Они могли, чтобы они могли объединить свои силы. И координируясь, строили хорошие хранилища на 5 тысяч тонн, на 10 тысяч тонн. Но все это заботы производителей. Потребители требуют от них только качественного продукта. Спрос на экологически чистый картофель в России растет с каждым годом. На выставку привозят именно такие сорта. По традиции в павильонах с самого утра начинается бойкая торговля. Картофель буквально сметают с прилавков. Сегодня открылись с утра на выставке. Практически все распродали. Не практически все распродали. Сейчас вторая машина уже идет. После обеда в третья и под вечер четвертую завезем. Специально городские власти выделили автомашины для доставки картофеля вам на безвозмездной основе. Это бесплатно. Вот только я сейчас объявление сделаю. Продавать картофель по низким ценам в павильонах будут вплоть до закрытия выставки. Специалистам будет не до покупок. Они продолжат обсуждение проблем отрасли за круглыми столами. Миндарь Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Работать во имя безопасности людей призвал сегодня глава Чуваши и все органы власти на заседание антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы защиты от террористических угроз на различных объектах. Особое внимание всем правоохранительным органам необходимо уделить безопасности на транспорте. Последние теракты в Волгограде произошли именно на таких объектах. В республике сейчас организована круглосуточная охрана на вокзалах, установлены камеры, видеонаблюдение и металлодетекторы. Представляешь, я пошел работать по специальности. К сожалению, эта фраза в последнее время звучит с нотками удивления. Проблема трудоустройства вовсе не нова. Сегодня в ЧГПУ имени Яковлева собрались выпускники вуза разных лет, чтобы обсудить проблемы трудоустройства молодых специалистов. В разговоре приняли участие глава республики Михаил Игнатьев и министр образования Владимир Иванов. На 10 факультетах ЧГПУ обучаются более 6 тысяч студентов. В 2013 году трудоустроено 875 выпускников. Из них в образовательное учреждение 302 человека, то есть примерно 35%. Вот и 13 из 16 одногруппников Маляки Гасановой пошли работать не по специальности. Хотя девушку это очень удивляет. Когда общались с журналистами, очень часто задавали следующий вопрос. Ну вот вы, наверное, точно не пойдете работать в школу. Для меня всегда это было удивительно. Оказалось, как так возможно, когда учишься в периодическом университете, когда ты сознательно выбираешь то дело, которое тебе нравится, и потом его прервать. Я всегда твердо говорила, что я буду работать в школе. Я сдержала свое обещание, действительно работаю в школе. И я воспользовалась той программой, которая предоставляет для молодых педагогов по улучшению жилищных условий. Поддержка молодых педагогов – одна из приоритетных задач правительства Чувашии. Это самое эффективное средство в борьбе со старением педагогических кадров. У нас доля молодых учителей в возрасте, работающих старше, имеющих 2 года, совсем маленьких. До 3% даже не дотягиваем. А если 35%, там, конечно, 14%. Вроде звучит красиво, но это все равно мало. Очень мало, потому что, как минимум, мы должны довести до 8%, иначе у нас старение происходит. В Чувашии действует несколько республиканских и муниципальных программ, направленных на мотивацию молодых специалистов. Кроме ипотечного кредитования молодых учителей, можно получить также субсидии на жилье в сельской местности. Например, студент 5-го курса Юрий Выросов уже преподает историю, но после окончания вуза собирается вернуться в свой район. Вы вправе рассчитывать на помощь государства, заметил глава Чувашии. Наша задача для того, чтобы закрепить на определенный срок, чтобы там был хороший дом, газ у нас везде, хорошие условия, горячая вода, тепло, уют, земельный участок, цветы и так далее. И в свободное время там могли заниматься уже благоустройством своей территории. Как ни странно, в свете ранее названных проблем, довольных своей профессией и условиями, оказалось достаточно много. Недочеты и некоторые трудности, обозначенные присутствующими, были взяты властью на заметку. А студенты и выпускники заявили о своем желании трудиться по специальности. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах установили мемориальную доску в память о Николае Андреевиче Цае, основателе текстильной промышленности Чувашии. Николай Цай прошел путь от мастера до директора хлопчатобумажного комбината, заслуженного работника легкой промышленности России. На улице текстильщиков сегодня побывала и наша съемочная группа. Николай Цай пришел на Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат после окончания Ташкентского текстильного института с небольшим опытом работы. Благодаря трудолюбию быстро занял руководящую должность. Цай внес большой вклад в развитие текстильной промышленности в Чувашии. Его подчиненные до сих пор помнят, как он организовал работу. Крета Валицкая под его руководством трудилась в 17 лет. В те годы она работала предельщицей. Он сам был настолько скромный, грамотный, умный. Но таких людей трудно было найти, потому что он очень внимательно был молодежи. Очень много времени отдавал молодежи. И именно учил грамоте, грамоте правильно работать, грамоте как служить оборудование. Ко всему учил все к этому. Поэтому, мне кажется, Николай Андреевич для меня всегда остается как наставник, как учитель, как добрый друг. Заслуженного промышленника Чувашии Николая Цая не стало в 2013 году. Его довольно редкую и запоминающуюся фамилию с гордостью носят два сына. Обыкновенный был человеком. С сыновьями он достаточно был строгим и требовательным. С дочерьми он более мягким. Но в любом случае всегда был справедливым. В любом случае у нас очень любые дети. О Николае Андреевиче Цае теперь будут помнить не только близкие друзья. Мемориальная доска на доме, в котором прожил заслуженный промышленник Чувашии, только часть решения этой задачи. Возникла идея назвать его именем и улицу. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Похоже, по весеннему теплая погода закончилась. Еще сегодня была почти нулевая температура, а уже ночью ожидается похолодание. О том, какую погоду нам ждать в ближайшие дни, рассказал начальник Чувашского гидрометеоцентра Сергей Максимов. В ночь с 20 на 21 февраля и днем 21 февраля температура будет в пределах минус 2, минус 7 градусов. В субботу на смену уходящему циклону с севера подойдет антициклон. Осадки прекратятся, будет происходить зато холода с севера. Ночью температура воздуха опустится до минус 12, минус 17. При прояснении местами до минус 21. Днем минус 8, минус 13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В воскресенье в западной периферии антициклона осадков не ожидается. Температура ночью минус 14, минус 19, местами до минус 24. Днем минус 10, минус 15. Ветер поменяет направление на южной 7-12 метров в секунду. На дорогах местами сохранится гололедица. В дни Олимпиады соревнования проходят не только в Сочи. Во всех уголках России ежедневно стартуют множество мероприятий, посвященных зимним играм. Генеральный партнер Олимпийских игр «Ростелеком» выступил организатором акции «Ростелеком. Зимние олимпийские старты для юных спортсменов Чувашской республики». Это замечательный день. Я очень рада видеть вас всех на этих соревнованиях. Глядя на вас, я вспоминаю себя, когда я была маленькой, в вашем возрасте, с удовольствием выходила на старт и ждала соревнований, как какой-то праздник. Я хотела бы сказать, чтобы в этот день вы смогли раскрыть все свои возможности и свои таланты. Мороз и солнце. Именно такая погода выдалась в этот, по-своему, праздничный день. Юные пловцы, лыжники, боксеры собрались на территорию родной спортивной школы имени Тихонова, чтобы принять участие в зимних олимпийских стартах. После торжественного приветствия и разделения участников на команды началось самое ответственное соревнование. Мастарт. За детей по-настоящему переживали и взрослые, журналисты, медперсонал, организаторы. Никто не остался равнодушным к стараниям юных спортсменов. Когда участники сняли лыжи, началось все самое интересное. Смешанные эстафеты, имитирующие зимние виды спорта. Лыжные гонки, скелетон, керлинг. А самым ярким моментом спортивного праздника стали состязания в духе зимних забав. Метание валенка на дальность, перетягивание каната. Именно они особенно понравились юным участникам. Я думаю, что это очень помогает детям, всем, даже молодым, которые катаются. Это помогает здоровью, это свежий воздух. Мы были все дружными, старались. Организатором зимних олимпийских стартов выступил Ростелеком. Компания является генеральным партнером Олимпийских игр в Сочи. Цель нашей акции – это в игровой форме познакомить детей с Олимпийским движением. И как это здорово видеть неподдельные эмоции ребят, которые они проявляют в спорту в целом и к Олимпийским играм в Сочи в частности. Несмотря на то, что призовых мест на всех не хватило, без подарка не остался никто. Талисманов Олимпийских игр в Сочи хватило всем. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. А уже 22 февраля в Чувашии пройдет очередной День здоровья и спорта. В субботу все желающие смогут бесплатно посетить бассейны или тренажерные залы, покататься на коньках и лыжах во всех республиканских и муниципальных спортсооружениях. Основная идея – сделать занятия физической культурой и спортом доступнее. С этого года Дни здоровья и спорта проводятся ежемесячно. Первый в этом году прошел в Республике 5 января. Тогда состоялись более 300 мероприятий. По данным Министерства спорта Чувашии, в нем приняло участие около 83 тысяч любителей активного отдыха. Ожидается, что 22 февраля поклонников здорового образа жизни будет еще больше. Двери всех физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов и других спортивных объектов будут открыты для всех. В начале выпуска мы уже рассказывали об открытии выставки «Картофель-2014». На выставке можно узнать не только, как эффективно выращивать картофель и другие овощи, но и как уберечь их от вредителей. Коммерческая информация впереди. А я с вами прощаюсь. До завтра. Сажаем капусту, а вырастает табак. Чтобы такого не было, надо использовать проверенные семена. И только у проверенных производителей и фирм. Одним из таких надежных партнеров, производящих посевной материал, на протяжении долгих лет является фирма «Бею Семена». На сегодня «Бея» – один из лидеров селекции, производства, переработки и продажи высококачественных семян овощных культур, опыт которой в семенном секторе насчитывает более 100 лет. В первую очередь компания специализируется на лучших образцах моркови, капусты, лука и столовой свеклы. Все наши семена – это гибриды. Причем это не генетически модифицированные гибриды, это абсолютно нормальная селекция. То есть материнское и отцовское растение скрещивают, получают гибрид. А потенциал гибрида, если говорить про урожайность, процентов на 40 выше, чем у сорта. Гибриды меньше подвержены заболеваниям, меньше подвержены действиям вредителей. Ну, то есть гибрид – это значительно лучше, чем сорт, сильнее. Ежегодно специалистами фирмы создаются около 40 новых сортов и гибридов с новыми характеристиками. Например, более устойчивые сорта к болезням, более урожайные или с лучшими вкусовыми качествами. Ассортимент Бею – это более 800 сортов и гибридов 45 культур. Они охватывают весь рынок и различные климатические зоны. По вкусу это будет точно такой же продукт, как и сортовой. Но просто агроному, фермеру работать с гибридом, конечно, значительно проще. Насекомые, болезни, любые, патогены, да. Ну и урожайность, соответственно, у нашей продукции будет значительно выше. Специалисты Бею разрабатывают такие гибриды, которые можно выращивать, используя меньше химикатов. Это позволяет снизить и вредное воздействие на окружающую среду и себестоимость продукции. А это очень ценят фермеры. Бею работает по всему миру. Компания полностью оправдывает свой девиз. Бею – имя, за которым стоит качество. Вырастить урожай – это только полдела. Надо его еще и сохранить. Как это сделать, не используя вредные химические удобрения, знают представители фирмы «Агробиопартнер». Они предлагают сельхозпроизводителям использовать силы природы для того, чтобы помочь растению преодолеть стрессовые условия и защитить себя от вредных микроорганизмов. Всеми этими свойствами обладают препараты группы «Экстрасол». Их используют для обработки семян, почвы, ботвы, овощей. Также можно обрабатывать и урожай для того, чтобы лучше хранился. Обработка почвы раствором «Экстрасола» подавляет болезнетворную микрофлору и заселяет полезную. Он особенно эффективен в парниках и теплицах, где давно не меняли почву. При нынешних условиях продукция очень химически нагружена получается и очень часто болеет. Наш препарат помогает, используя наш препарат, он повышает иммунитет продукции. И продукция меньше болеет и дольше сохраняется. И наш препарат является экологически чистым. Вреда здоровью никакого не несет. И плюс еще снижает химическую нагрузку на растения. Очень важно обработку «Экстрасолом» начинать с семян, с рассады, чтобы бактерии как можно раньше начинали сотрудничать с растением. И тогда ему обеспечен стойкий иммунитет, который защитит от болезней. Микробиологические препараты комплексного действия, такие как «Экстрасол», «Бисолбисан», «Бисолбифит» начинают занимать в России лидирующие позиции. То есть это препараты, которые уже давно используются западными сельхозтоваропроизводителями. И наши сельхозтоваропроизводители в последнее время начинают их активно использовать. Препараты группы «Экстрасол» повышают урожайность, защищают овощи от болезней. Продукция может быть сухой и жидкой. Можно обрабатывать семена до посадки и перед складированием на хранение. Если есть риск заражения, можно сделать дополнительную обработку. Никакого вреда овощам это не принесет. Препарат мне очень понравился тем, что он довольно-таки компактный, очень прост в использовании. Но я думаю, что он должен быть эффективным. Судя по описанию, насколько это четко все прописано, мне понравилось, я себе приобрету. Фирма «Агробиопартнер» заботится о том, чтобы на столе потребителей были только вкусные и полезные продукты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok